Борьба с контрафактом продолжится. Об этом говорили сегодня на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Глава республики Михаил Игнатьев подписал соглашение с некоммерческим партнерством производителей кабельной продукции. Подделки чаще всего находят на рынке алкогольной продукции среди программного обеспечения и аудиовизуального контента. По данным МВД Чувашии, в прошлом году в полтора раза увеличилось количество выявленных преступлений под особым контролем качества сельскохозяйственной продукции. При проверке торгового комплекса «Хеверский» выявлена реализация плодовочной продукции в количестве 69 кг без сопроводительных документов и информации о товаре, а также реализация сыра производства в Литве. Также установлен фактор реализации продукции без информации о товаре и сопроводительных документов в магазине «Светофор», сухофруктов в количестве 755 кг и в торговом комплексе «Николаевский» 161 кг томатов. Проверить продукты в лабораториях здесь система строго отработана. Сложнее ситуация обстоит с подделкой кабельно-проводниковой продукции. Треть всех пожаров по статистике МЧС случается именно из-за неисправной электропроводки. Сейчас в республике качественная продукция «Чувашкабеля» и «Морпосадкабеля» просто не выдерживает конкуренции с контрафактом, в первую очередь по цене. Причем такая проблема не только в нашем регионе. Поэтому на уровне республики решили наладить сотрудничество с некоммерческим партнерством производителей кабельной продукции. Мы, как вы помните, осуществляем срезы с рынка, берем заборы продукции, проводим ее испытания. И на основании этих испытаний формируем обращение в территориальные органы Росстандарта, в Роспотребнадзор. Они будут проверять в первую очередь сертификаты качества, которые, по словам директора, сейчас очень часто подделывают. Кроме этого, специалисты поделятся методикой, как отличить фальсификат от качественного электрооборудования. Мы, соответственно, в дальнейшем в реализации проекта будем вовлекать широкий групп участников общественной организации, вовлекать будем экспертов, ну и, соответственно, архитекторов, проектантов для того, чтобы закладывали соответствующие жесткие нормативные правовые уже нормы, регламенты. Сотрудничество позволит еще на стадии госзакупок отсеивать недобросовестных производителей кабельно-проводниковой продукции, тем самым улучшить качество электрооборудования в новостройках и домах, где идет капремонт. Ирина Волкова, Александр Петров, Республика.